В руках у главного эксперта отдела криминалистических экспертиз Антона Матлака, ружье, возраст которого приближается к двум векам. Сегодня оно уже не боеспособно, но для коллекции настоящих ценителей хороший экземпляр. Этот экземпляр начала середины 19 века, капсульное ружье, в конструкцию которого внесены изменения, благодаря которым оно уже огнестрельным оружием не является. В частности, закрывается канал ствола, препятствует прохождению снаряда, и капсульный замок также заваривается неподвижно, в результате чего взведение и воспламенение порохового заряда невозможно. Экспертную оценку в настоящее время проходит также кавалерийская сабля времен Российской империи. Она была обнаружена при проведении земляных работ. Чтобы оставить ее на память на законных основаниях, человек обязан был отдать раритетную находку на экспертизу. Гражданин где-то обнаружил при производстве каких-то садовых работ саблю, немножко восстановил ее, изготовил самодельные плашки рукояти. Это сабля кавалерийская времен Российской империи, является холодным оружием колющего и рубящего действия. Случаи, когда люди приносят холодное или огнестрельное оружие для проведения экспертизы в частном порядке, не редкость. Как правило, это коллекционеры и спортсмены. Последним заключением необходимо при выезде на соревнования за рубеж. Впрочем, правило касается не только, к примеру, мастеров в части пулевой стрельбы. Любой гражданин, пересекающий границу при провозе оружия, должен иметь на руках документы, подтверждающие законность такой операции. В нашем управлении не первый год имеется возможность проведения экспертизы исследований по обращениям граждан и юридических лиц. В том числе обращаться к нам могут иностранные граждане и лица без гражданства. Мы заключаем договор, проводим исследования, выдаем официальный документ, с которым человек беспрепятственно может пройти государственную таможню, задекларировав предварительно данный предмет. К слову, за прошедшие месяцы 2016 года специалисты комитета осуществили порядка 180 баллистических экспертиз и экспертиз холодного оружия. Для сравнения, за весь 2015-й таких процедур было проведено более 230. Продолжение следует...